В минувшую пятницу силами сотрудников администрации Краснокамского района была организована посадка деревьев. Пирамидальный тополь привезли из лесного хозяйства из Терлитамагский лес, калину из Бураева и Рябину. А непосредственно посадкой занялись работники из администрации. Среди них, конечно же, сотрудники из отдела сельского хозяйства. Неделю назад сажали березы вокруг зернотока в двух рядах. Сегодня отдел сельскохозяйства, финуправление, администрация вышли, сажаем вдоль деревни пирамидальный тополь и Рябину. 700 штук мы должны сегодня посадить. Сегодня управимся этим делом. Насчет восстановления деревни работа идет к завершению. Люди так-то в основном довольны работой. Параллельно с благоустройством территории заканчивается работа по восстановлению заборов. Этим вопросом занялись организации теплосеть, коммунальник, имидж стройавтоматика из Уфы. По профессии я строитель, техникум и техникум закончил, потом армия, потом РАФАК, потом институт и так вот на стройке всю жизнь. Закончил не все, но уже по специальности водоснабжения и канализации. То есть я эти дела, ну, занимался наукой по проблемам очистки питьевой воды, очистки источных. К сожалению, всегда и все довольными быть не могут. Некоторым хочется дестабилизировать обстановку, кинуть ложку дегтя в хорошую, добрую работу, добавляет он. 11-й год Урман когда был, я выглянул, там поселок на выстроил для урманцев в 11-м году. Поэтому это вторая эпопея моя уже, восстановление ЧС-ситуации. Он смеется, говорит, скоро ты будешь специалистом уже, по чьей моментам. Поэтому так вот, судьба такая моя. У меня дома, говорят, как военный, я говорю, ну, наверное, так и есть, наверное. Там масштабы были намного объемнее, но и население было понятливое. Здесь работать с жителями немного труднее. Есть, конечно, и кореевцы, которые приходят сказать спасибо. Слова благодарности – это и есть результат нашей работы, говорит Наиль Мухаммедзянов. Практически то, что было, значит, 1 сентября и сегодня, на сегодняшний день. Деревни просто село не узнать, село преобразилось, конечно. То, что было, 34 дома построены заново. И подрядчики, которые, конечно, здесь принимали участие. Нужно отметить, всех молодцы, все поработали хорошо. Вот, потому что коллег по цеху я не критикую. Вот, поэтому всем спасибо большое, большую работу сделали. Сейчас единственное остались дома, которые выполнили интеграл. Там вопрос отделки. То есть отделки, дома немножко влажноватые. То есть тепло дали, пока вот дома подсохнут. А так все дома у нас готовы. Главное, газ подан, в домах тепло. Газовая плита есть, люди пищу готовят. Таким образом, в вопросах по восстановлению последствий после урагана работали специалисты с внушительным опытом, которые уже не первый раз встречаются с такими проблемами. Глава администрации Краснокамского района и другие специалисты по несколько раз выезжали на место, а начальник штаба, назначенный напрямую из правительства республики, постоянно информировал о текущих работах главу Башкорстана. Оперативки жесткие были. Доходило там до жестких разговоров. А в пятницу уже и утром проезжаем, иду, люди табун выгоняют. Я говорю, ну что, как люди улыбаются, дома тепло. Ну, администрация района тоже отдать должность, что постоянно на контроле. У нас утром в администрации полдевятого оперативки проводятся. Вечером здесь на объекте с подрядчиками по необходимости, кого нужно, вызываем, вопросы решаем, устраняем. Подрядчики на сегодняшний день получили всего 30% аванса на приобретение материалов. Это раз. Момент такой, люди когда приходят и начинают жаловаться, плакать, то подрядчики уже все в натяжку выработали, те ресурсы какие были, да. Но кому-то еще дополнительно добавили, вот Мусабирову, и по Мусабирову ему добавили еще, значит, тут 4 дома, он говорит, я уже аванс получил только на 4 дома. Сейчас вот он собственные средства вкладывает. И люди рабочие, которые у него работали, фактически всю зарплату не получили. То есть они всеми пока зарплату не получили, они только то, что удовлетворение, то, что дома построили, а семья-то пока ждет, когда папа деньги принесет. Тем временем в селе Кореево все работы идут к завершению. Есть некоторые замечания по внутренним отделкам, но процесс ремонта затягивается из-за влажности в домах. Каждый день заходят, проверяют. Интеграл молодцы. Пять домов он строит, всех одинаково. Вроде обиды нету. Спасибо большое им. Дай Бог им здоровья. Дай Бог, конечно, всем-всем, кто нам помог. У нас осталось теперь потолок и стены. Они приезжают. Струители молодцы. Все благополучно делали. Тебру дали. Батарии покрасили. Моется второй раз будут. Сейчас полностью осталось и потолок. Стены-то можем, конечно, летом сами делать. Анатолий Кривич, специалист по окнам и подоконникам, как раз принес материалы для того, чтобы доделать свою работу. И быстрее побежал делать замер в другой дом, где пока хозяева дома. С помощью компетентных лиц и людей, которые сознательно помогают. Непригожая деревня, пережившая ураган, превращается в красивый населенный пункт, который уже издалека радует глаз. Эльмира Аляддинова, Вероника Перминова. Программа «День за днем».